Как у нас дела на армянском направлении, Сергей Викторович? Потому что разная информация приходит. Ну, например. Ну, говорят, что... В Ереване, по крайней мере, говорят, что мы как-то там не очень себя ведем. В ДКБ, Евразы... Мы, да. Ну, там так говорят. Говорят, что Евразы им не очень выгоден. Ну, и так далее. Вы знаете, есть факты, которые очень упрямые вещи. Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники, во-первых, ну, юридически мы союзники. Я думаю, что не только юридически. И что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении. В том числе и глава правительства, который тут недавно, по-моему, выступал он в парламенте. И сказал, что отношения с Россией переживают не лучшие времена. Но, но, их важность трудно переоценить для нашей государственности, он сказал, суверенитета, безопасности, экономического развития. И мы ценим, он сказал, то огромное положительное, что было в наших отношениях и есть в наших отношениях. Мне кажется, это вот очень важные слова, потому что в известной степени это реакция на наглые, беспардонные действия Запада, США и Евросоюза прежде всего, по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации. Еврозес, в Еврозес Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгод. Вот это подсчитано. 35% экономики Армении реализуется за счет участия в Еврозес. Ну, а если брать, если брать вот прошлый год, то товарооборот Армении, там, 20 с чем-то миллиардов долларов, если в долларах считать, 37% от этого Евразийский экономический союз, 13% Евросоюз и 3% США. Ну, то есть здесь тоже даже вот с точки зрения арифметической нельзя говорить, что Еврозес Армению росла. Армению, будучи маленькой страной, она и вносит в Еврозес гораздо меньше, чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза. Газпром Армения, 177 долларов за тысячу кубометров. На Западе платят в 2-3 раза больше, и если они захотят своим газом Армению отапливать, ну, я не знаю, как это будет. Если они, как сейчас американцы, хотят атомную станцию закрыть и заменить ее своими малыми модульными реакторами, ну, я надеюсь, армяне понимают значение, которое энергии вырабатывает на этой незаморской ГЭС, атомной электростанции, какой оно имеет, Южно-Кавказская железная дорога. Все эти годы на льготных тарифах для пассажирских перевозок, инфраструктурные инвестиции, многое другое. А этот самый Зангизурский медно-молебденный комбинат главный плательщик в бюджет Ресмулики Армении. Поэтому вот тем, кто пытается создать картину эксплуатации маленькой Армении, Российской Федерации, Евразийским экономическим союзом, надо думать об этом. То же самое про ОДКБ. К огромному сожалению, после того, как три трехсторонних документа были заключены после ноября 2020 года, которые обеспечивали нормальный, с балансированный процесс нормализации отношений, возобновления всех коммуникаций, открытия и так далее, и тут же Евросоюз и Соединенные Штаты стали вторгаться в этот процесс, чтобы приватизировать результаты, как они считали. И чтобы не дать России реализовать достигнутые ей договоренности. Один в один, как в 2003 году, когда был подписан меморандум казака о территориальной целостности Молдовы с особыми правами Приднестровья, он был парафирован, и уже лидеры собирались выезжать в Кишинев на подписание. Президент развернулся, не доезжая до аэропорта. Господин Смирнов позвонил из Евросоюза Солана и сказал, что ну вот вы там на 15 лет хотите оставить, чтобы за 15 лет вывели все вот эти вот склады российской армии, мы хотим покороче. И все, а так мы вам запрещаем подписывать. Вот в чем все дело. Но то, что ОДКБ в 22-м году на саммите в Ереване согласовало документ, согласовало полностью, все министры его завизировали, о передаче дополнительных вооружений для охраны границы, о проведении специальных учений и о развертывании миссии ОДКБ на границе, это факт. Все министры, включая армянского министра, завизируют этот документ. А наутро, когда открывал, например, министр саммит, сказал, что консенсуса не получилось. А вот консенсус в армянском обществе по миссии Евросоюза получился, которую обещали на два месяца, сейчас она бессрочная, там уже канадцы, туда же хотят другие члены НАТО. Это уже не евросоюзовская миссия, это уже будет миссия НАТО. Но то, что, да, и конечно же, когда говорят, что ОДКБ не может определить, где его зона ответственности в Армении, Армения сама пока не определила. Они заявили о том, что готовы вместе с Азербайджаном уважать границы 1991 года, Алматинской декларации, что означает, что Карабах в Азербайджане. Но при этом параллельно они создали комиссию по делимитации. И при этом параллельно Пашинян вот недавно заявлял о четырех неанклавных селах, Тавужский район, да, который он готов передать. Он сейчас в этом районе убеждает население, что иначе будет неправильно. А границы 1991 года, которые Пашинян хотел, чтобы ОДКБ подтвердило и защищало, они-то не учитываются при этом. Они уже в процессе этих разговоров о делимитации, об односторонних шагах, они становятся подвижными. Поэтому, конечно, сначала, прежде чем говорить о том, что ОДКБ обязан обозначить свою зону ответственности, надо обозначить границы Армении, завершить делимитацию, о чем сейчас активно армянское руководство занимается. Но в любом случае, когда подписали документ, гласящий, что Карабах теперь Азербайджан, Алматинская декларация действует, в этом заявлении, которое было с участием Евросоюза подписано, там ничего не сказано о том, что при этом надо обеспечить особые права армянского национального меньшинства в Азербайджане. Не сказано об этом ничего. Поэтому говорить, что как бы из-за бездействия наших миротворцев армяне ушли из Карабаха, это неправильно. Но мне очень... Только Пашинянский так говорят, больше никто так не говорит. Ну, я очень хотел бы завершить вот этот ответ тем, что я сказал вначале, то, что Никол Ваваевич Пашинян сказал, что мы ценим то, что у нас было с Россией, мы ценим, трудно переоценить даже то, что она сделала для нашей безопасности, экономики, суверенитета. И то, что было и есть в наших отношениях, надо ценить. Я надеюсь, что будут контакты с президентом, где можно будет это откровенно обсудить, так без аргументов, которые подбрасывают наши западные недоброжелатели. Спасибо.